АЛОМИ ПРОДУКСИОНОС В фильме «Буря страстей». А также Ванесса Теркес. По роману Лусии и Руриты. Авторы сценария Хорхе Чернов, Сильвана Агире, Рейнальдо Аренас и другие. АЛОМИ ПРОДУКСИОНОС Не волнуйся, Соня, он тебе ничего не сделает. Обо мне не беспокойся, главное, чтобы Альберто был жив. Не надо так говорить. Спасибо за то, что ты делаешь для Альберто. Если я его больше не увижу, скажи ему. Вы только посмотрите, как трогательно. Здравствуй, Соня. Где Альберто? Сначала Соня. Пойдем. Нет. Здесь я диктую условия, иначе ты никогда не увидишь Альберто, ясно? Соня, в машину. Думала, тебе сбежать удастся от меня. Где Альберто? В машину. Я пришла, где Альберто? Садись. Где Альберто? Идиотка. Разве я похож на похитителя? Я не знаю, где Альберто. Альберто. Поехали. Маурисио. Где Альберто? Маурисио. Альберто. Любовь моя. Ответь мне. Прошу тебя. Помогите. Альберто. Помогите кто-нибудь. Если мой сын умрет. София, не приверечь вы. Сеньора, вам нужно отдохнуть. Луиза права. Иди спать. Моему сыну плохо. Я не уйду отсюда. Пока ему не станет лучше. Не уйду. Мы ничего не узнаем, пока не придет врач. Успокойся, твой сын не умирает. Наш сын, Альфредо. Не забывай. Наш сын. Я могу за ним присмотреть, пока вы отдыхаете. Луиза права. Иди прилег. А то ты тоже заболеешь. Никто не заставит меня сдвинуться с места. Ясно? Никто. Альберто, ответь. Помогите. Ты не можешь умереть. Не покидай меня. Обещаю, мы с тобой никогда не расстанемся. Не бросай меня. Ты же сильный. Ответь. Альфред, remarks. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Альберто не настолько важная персона, а про него в новостях сказали. Что ты такое говоришь? Да он самый важный человек в мире! Опять ты начинаешь! Карло имела в виду, что он не политик, не магнат, не какой-нибудь известный человек, кинозвезда. Адриана, держи себя в руках! Почему мы тут сидим, сложа руки? Это Альберто! Это мой телефон. Алло? Исабель? Привет! Да-да, что? Успокойся! Да, конечно! Да! Сейчас приеду! Успокойся! Да-да-да! Пока! Ну что? Исабель нашла Альберто! И как он? Не знаю, она не вдавалась в детали. Где он? В больнице святого Хакина. Поехали! Поехали! Я не могу! Папа спит, я должна открыть кафе. Раз так, я останусь здесь? Филиппе! Филиппе! Что? Сейчас главный Альберто! Так что вы с Адрианой поезжайте в больницу, а я останусь с Карлой. Нет, я тоже останусь. Нужно позвонить Хорхе или Вирджинии. Ладно, я поехал. Пока! Ты прекрасно знаешь, что Лусила родила двойню. У Лусила был только один сын Альберто. Верни мне его. Если ты... Я скажу, где Альберто, если ты скажешь, где Лусила. О чем ты? Лусила умерла? Нет. Она жива. Есть новости? Я смотрю, ты не спала. Ты тоже. Забудь про Педро. Ты ведь тоже не можешь забыть. Я бы многое дала, чтобы не видеть твоих страданий. Мало того, что мой сын исчез, так теперь еще появился Педро и заявил, что это его сын, и что у Лусила жива. И это уже слишком. Как бы я хотел ее найти, обнять, поцеловать. Узнать бы, что случилось, почему она исчезла. Алло. Да, Адриана. Альберто? Где? Лорена. 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 Ключ. Какой же я дурак. Лорена! Проклятие! Вот дрянь! Вы испортили уже третий ключ. Вы что, первый день работаете? Не надо на меня так смотреть. Я не могу ждать. Ладно, не сердитесь. Просто я очень тороплюсь. Муж меня ждет. А вы же знаете, каковы мужчины. Я понимаю, что ключ сложный. Копию сделать трудно. Ну ладно, я больше не буду вам мешать. У меня полно времени. Хочешь кофе или сок? Я хочу виски. Возьми в баре. Это кафетерий. Это ты виноват, что я здесь. Я хочу выпить. Ты с этим справишься. Сначала будет нелегко. Но у тебя все получится. Было бы желание. Ты что, врач? И какая у тебя специализация? Плохого мужа? Посмотри на себя, прежде чем давать мне советы. Я делаю все, что в моих силах. Но мое терпение может иссякнуть. Я не хочу тебя бросать. Да у тебя не хватит духу это сделать. Ты трус. Ты рад, что я теперь буду от тебя зависеть. Ты об этом мечтал. Ты сама не понимаешь, что говоришь. Я хотел бы, чтобы ты наслаждалась жизнью, а не была прикована к креслу. Это твоя карма. Ты рожден, чтобы прислуживать другим. Трагедия не сделала тебя гуманнее и умнее. А что изменилось? Ничего. Муж тот же. Дочери думают только о себе. Мы живем у Педро. Что изменилось? Только то, что у меня теперь есть это дурацкое кресло, без которого я не смогу передвигаться. Я не смогу передвигаться. Можно? А это еще кто? Я Урсула Сантибаниес, ваш физиотерапевт. Скажи Педро, что она мне не нужна. Педро тут ни при чем. Это я нанял ее, чтобы помочь тебе. Разумеется. Теперь у нас с креслом нет права выбора. Халат, пожалуйста. Спасибо. Надеюсь, Герардо уже лучше. Я так испугался, когда он потерял сознание. Мы очень переживали за него. Мама всю ночь не могла сомкнуть глаз. Успокойся. Ты же знаешь, она всегда над ним трясется. Кроме того, когда Герардо женится на Сандре, твоя мама сможет расслабиться. Сандра совсем спятила. Почему? Она ездила в Сан-Хулиан к Кристине и говорит, что та беременна. Что? Говорит, что Кристина беременна от Герардо. Это конец. Конечно. Сандра вне себя. Думаю, ей не нужно выходить за моего брата. Нет. Не говори так. Да. Сандра немного взрывная, но вообще-то она хороший человек. Только ведет себя как ненормальная. Зачем она встречалась с Кристиной? Кто ее просил туда ехать? Влюбленные женщины часто совершают глупости? Возможно. Но я уверена, что Сандра не любит моего брата. Ей нужны только его деньги, его положение и имя. Нет, Нора. Послушай, как бы там ни было, Сандра и Герардо любят друг друга. Очень любят. Она выходит замуж из-за денег. Нужно точно выяснить, беременна ли Кристина. Я позвоню Сандре и поговорю с ней. Вот это да. Кристина беременна от Герардо. Сюда, пожалуйста. Спасибо. Наконец-то ты проснулся. Я уже успела сходить в сауну и расслабиться. Ты вчера был неподражаем. Хочешь кофе? Отдай мне его. Ты делаешь мне больно. Ты шлюха. Отдай мне мое и проваливай отсюда. В постели ты хорош, но мне не нравится такое насилие. Иди сюда. Отпусти меня. Иди сюда. Отпусти. Дай мне ключ, или я тебя убью. Дай. Я был тебе нужен для этого? Ты же меня спрашивала про этот ключ. Что тебе известно про меня и мою жизнь? Что? Не понимаю, о чем ты? Я не шучу. Я могу перерезать тебе глотку. Говори, зачем ты украла у меня ключ? Зачем? Говори. Ладно, ребята, приготовьте коробки, потому что если они не будут подготовлены, тогда мы не сможем их подготовить. Поставьте их сюда, а утром мы сможем поставить их туда. Быстрее. Главное, это быстро вставать и медленно ложиться. Это ключ к успеху. Понятно? Давай, просыпайся. Почему я один должен работать? В чем дело? Дай мне поспать еще пару минут. Хватит спать. Просыпайся, а то получишь по зубам. Я, конечно, могу работать и один, но это не значит, что ты должен бездельничать. Ясно? Я хочу спать. Поставьте это наверх, а это вниз. Нельзя поставить коробку сверху, если внизу ничего не стоит. Давай вставай, лентяй. Ты спал столько же, сколько и я. Мы спали одинаковое время. Спасибо, ребята. Тобиас, ты должен работать, ясно? Да, но я хочу еще поспать. Это твои проблемы. Ты должен проснуться и работать. Ясно? Чаба! Умбро! Прежде чем я хотел сказать тебе спасибо за все, что ты для нас сделала. Тебе не за что меня благодарить. Это моя работа. Я приду к вам домой, как только освобожусь. Спасибо. Где мама? В машине, мы едем домой. Что случилось? Альберто в реанимации. Что? Он не дышал. И я попросила Марио помочь. Успокойся. Скажи, что с ним случилось. Это ужасно. Как же так? Валерия. Фабиан, спасибо. Я хотела с вами попрощаться. Значит, решена? Да, Фабиан. Фабиан, жаль, что я так поздно это поняла. Если я останусь в этом доме, я не смогу жить собственной жизнью. Я всегда буду только сестрой Педро. Буду терпеть его грубость. Нет, Фабиан. После того, что он мне сказал, я не останусь тут ни дня. Это невыносимо. Я знаю. Тебе тоже лучше выйти. Педро с тобой так ужасно обращается. Как ты это терпишь? Да, он постоянно меня унижает. Считает меня клоуном. Я знаю Педро лучше, чем кто-либо. Он обещал, что будет обо мне заботиться, как родной отец, когда Лусила умерла. Но не сделал этого. Так почему ты не уйдешь? Давай поговорим об этом потом. Главное, чтобы ты была счастлива. К сожалению, Педро часто приезжает на ранчо. Да, я знаю. Я постараюсь с ним не встречаться. А если я увижу его, просто развернусь и уйду. Конечно. Думаю, что в Сан-Хулиане я не задержусь. У меня есть сбережения. Поеду путешествовать. Я всегда об этом мечтала. Пора воплотить мечты в реальность. Да, Валерия, я рад за тебя. Я хотела попрощаться с Асабель. Ее нет. Она не приходила ночевать. Моя сестра оказалась не такой уж. Святой. Я хотела попрощаться с Германом. Герман поехал в больницу, чтобы забрать иное с домой. Что мы будем с ней делать? Ухаживать за ней. Она могла бы остаться в больнице. Она же алкоголичка. Я не буду по тебе скучать. Фабиан, проводи меня домой. Я помогу. Его можно катить. О, нет. Только нет. Где мой сын? Хорхе. Он в тяжелом состоянии. У него рана на голове и на теле. Сейчас обследуют внутренние органы. Внучек. Я хочу его увидеть. Мама. Как Альберто? Я хочу его увидеть. Нет, Асабель, это невозможно. Тебе лучше уйти. Если мой сын умрет, ты будешь в этом виновата. Когда в нашей жизни появляются Дель Кастильо, это всегда заканчивается несчастьем. Сначала твой дядя убил Лусину, потом... Что случилось? Хорхе? Хорхе Сальдива? Герман Дель Кастильо? Ты ее отец? Господи, сейчас не время для ссор. Нужно молиться за Альберто. Одумайтесь. Господи. Привет, Кристина. Привет, Росарио. Что с тобой? Да, наверное, съела что-нибудь. Не то. Это все потому, что твоей тети нет. Я могла бы приходить к вам и помогать по хозяйству, когда моего хозяина нет. Тебе нехорошо? Нет, нет, все в порядке. Это из-за Лопеса Арнао. А о чем ты? Кристина, ты уже не девочка и понимаешь, о чем я говорю. Если твой отец узнает об этом... Нет! Говори тише. Вдруг кто-нибудь услышит. Я не хочу, чтобы Карлота страдала. Она так тебя любит. Росарио. Ладно. Если что-нибудь узнаешь про Карлоту и Мануэля, скажи мне. Береги себя. Кристина, я не знаю. Как можно быть таким жестоким? Заткнись. Постоянно твердишь одно и то же. Надоело. Что ты от меня хочешь? Ты уже забыла? Ты забыла про 17 миллионов? Ты спрашиваешь, что мне нужно. Все эти годы я тебя поддерживаю. А теперь ты, оказывается, влюбилась в какого-то мальчишку, которому ты в матери годишься. Да как тебе только не стыдно. Как? Объясни мне. Ты ненормальный. Вы с ним любовники. Вы договорились вместе забрать эти деньги? Замолчи. Альберто еще совсем ребенок. Давай, защищай этого ребенка. Если с Альберто что-нибудь случится, я тебя убью, Маурисио. Я убью тебя. Надо же. Какая ты стала решительная. Отлично. Надеюсь. Ты используешь свою энергию в нужных целях. Иначе я навсегда запру тебя здесь. Где деньги, Соня? Где денежки твоих родителей? Ты негодяй. Да. Можешь говорить обо мне все, что угодно. Думай, что хочешь, но знаешь, меня теперь не волнуют твои слезы, головные боли, даже твоя смерть. Но прежде чем умереть, ты мне скажешь, где деньги. Ясно? Да. Надеюсь, хотя бы с Альберто все в порядке. Господи, защити его. Реагирует. Пульса нет. Назад. Разряд. Еще. Назад. Еще раз. Разряд. Еще. Пульс есть. Мама. 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 Ты здесь? Сынок. Сынок. Ты в порядке? Не знаю, какое это странное ощущение. Это, наверное, из-за лекарств. Не волнуйся. Я тебе помогу. Такое чувство. Какое? Что я умираю. Нет. Нет. Не говори этого. Прошу тебя. Сынок. Не покидай нас. Господи, не забирай Герардо. Прошу тебя. Она не отвечает. Я боюсь, она может наделать глупостей. Я знаю. Сандра пойдет на все, чтобы добиться своего. Что ты имеешь в виду? Она любого уберет со своего пути. Она любит твоего брата и хочет быть его женой. Ее гораздо больше волнуют деньги. Нет, Нора. Просто она так выражает свои чувства. Давай лучше не будем говорить о Сандре. Успокойся. Скоро у них все будет как раньше. Я не хочу, чтобы было как раньше. Я хочу, чтобы было лучше. Будет лучше. Обещаю. Ты меня любишь? Конечно. Почему ты спрашиваешь? Последнее время ты отдалился от меня. Не целуешь и не обнимаешь. Иди сюда. Господи, он умирает. С Герардо что-то случилось. Он умирает. Верни мне ключ. Не знаю, о чем ты говоришь. Дрянь, верни мне его. Ты ошибаешься, я ничего не брала. Не вынуждай меня, верни ключ. Ты что, забыл? Вчера этот дурацкий ключ ударил мне по лицу, и ты его снял. Лжешь? Я никогда не снимаю ключ. Но вчера снял. Ты еще сказал, если он тебе мешает, я его уберу. Показать тебе, где он. Возьми свой чертов ключ. Я смотрю, ты ведешь себя прилично, только когда пьян. Я больше никогда не желаю тебя видеть. Иди сюда. Надеюсь, ты сказала мне правду. Очень надеюсь. Папа, поезжай домой с мамой. Я не могу уйти отсюда, пока Альберто не придет в себя. Я не могу тебя оставить с людьми, которые к тебе плохо относятся. Я не уйду отсюда. Я не оставлю Альберто. Ладно. А ты нужен маме. Со мной все будет хорошо. Позвони мне потом, скажи, как дела. Уходи отсюда. Тебя тут никто не хочет видеть. Ни папа, Альберто, ни бабушка. Я не уйду, пока Альберто в реанимации. Ты не нужна, Альберто. У него есть я. И его семья. Альберто любит меня. И я буду здесь находиться, пока он не придет в сознание. Твое присутствие нам неприятно. У нас горе. Тебе лучше идти домой. Ты нужна своей маме. Я знаю, но я не могу уйти. Я люблю его. Я понимаю твои чувства. Но нам сейчас и так тяжело, а твое присутствие только усугубляет ситуацию. Исабель, иди домой. Извините. Но я не могу уйти, зная, что Альберто плохо. Так что я останусь. Адриана. Что с ним будет? Что будет? Что говорят врачи? Нечего утешительного, Исабель. Я должна увидеть Альберто. Может, он услышит меня. Нет, не надо. Туда нельзя заходить. Даже родители. Успокойся. Как я могу быть спокойной? Как? Прошу тебя. Ты должна быть сильной. Не заставляй его отца нервничать. Подожди снаружи. Но... Послушай меня. Пожалуйста. Я тебе все растажу. Ладно. Я буду в часовне. Держи меня в курсе. Хорошо. Добрый день. У вас проблемы? Да. Я смотрю, вы из города. Похоже, вы не очень разбираетесь в этом. Нет, не очень. Вам помочь? Я могу позвать кого-нибудь. Нет, не нужно. Ты не могла бы помочь мне достать инструменты из багажника? Конечно. А где они? А вон там. Эх, ты чертова дрянь! Ненавижу тебя, чтоб ты сдохла! Это чтобы ты не смогла снова забеременеть! Умри, дрянь! Ненавижу тебя! Ты думала, если ты беременна, тебе удастся заполучить Герардо? Никогда! Никогда! Ты у меня узнаешь оборванка! Оборванка, чертова! Я покажу тебе! Герардо она хотела заполучить! Не получишь! Осторожнее! Ты хочешь меня угробить! Извините! Она же случайна! Мы еще не привыкли к креслу! Заткнись! Роза, уйди! Это Исабель виновата! Если бы не она, я бы была сейчас в самой лучшей клинике! Почему она не вышла замуж за Феликса? Мы бы жили спокойно! Успокойся, Эннис! Она поступает в соответствие со своей совестью и чувствами! Откуда ты знаешь? Исабель всех вас дурачит! Она говорит, что любит одного! А я видела, как она соблазняла Маурисима! Я не позволю тебе говорить такое! Это твои домыслия! Исабель не могла связаться с этим типом! Знаешь что? Если бы ты не разозлил Педро, он сделал бы лифт для меня! Я что-нибудь придумаю! Ты? Как? Да ты ни на что не способен! Педро! Хорошо, что ты пришел! Не думал, что ты сюда вернешься! Интересно, как они собираются платить за лечение, ведь Исабель не выходит за Феликса! Моя дочь решила пойти работать! Даже если она будет работать сутками, она не сможет оплачивать уход за ней! Педро, прошу тебя, не говори так! Я уверена, ты поможешь мне поправиться! Не надейся, я не собираюсь тратиться на твое лечение! Не говори так! Я прошу тебя, мне нужна твоя помощь! Не бросай меня! Не отворачивайся от меня в трудную минуту! Очень жаль! Но твоя дочь так решила! Кстати, где она? Ищет работу! Поможешь поднять коляску? Не смеши меня! Буду ее возиться со всякой грязью! Забудьте сам о своей пьянице! У меня есть более важные дела! Я тебе помогу! Матерь Божья! Я готова отдать свою жизнь за жизнь Альберто! Лучше я умру вместо него! Только не забирай его! Я сойду с ума, если он умрет! Альберто! Моя жизнь! Я смогу пережить все, что угодно! Только не его смерть! Прошу тебя, защити его! Помоги ему! Он в тяжелом состоянии! Врачи предполагают худшее! Мамо, что происходит? В чем дело? Мы не должны терять веру! Альберто молодой, сильный! Он поправится! Дай-то Бог! Я хочу его увидеть! Хочу быть с ним! Нет! Это невозможно! Ты же знаешь, даже Хорхе нельзя к нему заходить! Так что... Ему остается только ждать! Сынок! Как Альберто? Он... очень плох, мама! Убирайся отсюда! И попробуй хоть слово сказать, Герардо! Увидишь, что тогда будет! Герардо! Ну вот, теперь у нас есть Соня и ключ, благодаря мне! Мы будем миллионерами! Осталось только заставить Соню сказать нам, где деньги! И тогда мы сможем их тратить! Твое здоровье! За Педро Дель Кастильо! Похоже, тебе понравилось добывать у Педро ключ! Котенок! Ты же знаешь! Я люблю только тебя! Так-то лучше! Я делю тебя с ним только из-за денег! Он уже ест с моих рук! Что-то мне не верится! В том, что ты узнала много несоответствий! Это меня беспокоит! Тебе надо встретиться с Педро, чтобы это выяснить! Только осторожно, чтобы он не догадался! Не волнуйся! Давай сейчас не будем о нем говорить! Герардо точно мой сын! У него мой характер! А Альберто похож на мать! Ты лишила меня двух сыновей! Будь ты проклята! Если я тебя найду, ты пожалеешь, что не умерла тогда! Панчо на тебя доберется! А тебе, Хорхес Эльдивар, я позабочусь сам! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Герман, помоги мне! Помоги! Что за крики? Соседи испугаются! Я хочу выйти, мне тут надоело! Помоги! Ты так ужасно смотришься в этом кресле! Мамочка, теперь ты паралитик, инвалид! Наверное, жалей, что не умерла! Это было бы лучше, чем сидеть в кресле! Замолчи! А что ты сделаешь? Ударишь меня? Ты даже не можешь встать! Выйди из моей комнаты! Не желаю тебя слушать! Ты неблагодарная тварь, как и все, кто живет в этом доме! Ты права! До тебя никому нет дела! Ты, по крайней мере, честна со мной! В отличие от всех остальных! Не надо тут изображать страдания! Я тебе не верю! Ты специально прикидываешься несчастной для того, чтобы люди тебя жалели и тратили на тебя деньги! Ты хочешь, чтобы моя сестра вышла замуж за Феликса? Вот для чего ты это делаешь! Как ты можешь так думать? Ты готова на все! Лишь бы добиться своего! Ты меня так ненавидишь! Ты и правда так думаешь! И это! И многое другое! Я хочу выйти! Если бы я могла встать, я бы напилась, чтобы забыть о твоих жестоких словах! Признайся, ты лжешь! Ты ведь можешь ходить! Я знаю! Кричи! Чего ты ждешь? Почему ты не кричишь? Я знаю, тебе больно! Давай, кричи! Давай! Зачем ты лжешь? Ты можешь ходить! Покажи мне, что можешь! Прошу тебя, Марио, помоги мне! Нет, нет, я не могу! Поезжай лучше домой! Ты все равно ничего не сможешь сделать! Мне нужно пройти к нему! Что ты будешь там делать? Альберто все равно без сознания! Он меня услышит! Туда никого не пускает! Даже его отца! Я должна к нему пройти! Мне необходимо его видеть! Прошу тебя! Ты считаешь, что я могу ходить? Что я всех обманываю, чтобы заставить Исабель выйти замуж за Феликса? Чтобы нас не выкинули на улицу! Тогда ты должна быть мне благодарна, потому что иначе тебе пришлось бы жить на улице! Я не позволю тебе устраивать тут шоу! Я выйду замуж за Феликса и уйду из этого дома! А ты останешься одна, когда твой обман вскроется! Ты выйдешь замуж за Феликса? Ты просто несчастная женщина, готовая подобрать то, что твоей сестре не нужно! Феликс тебя не любит! Тебя никто не любит! Никто! Жди меня здесь! Что ты здесь делаешь? Я же велела тебе уйти! Тебе нечего делать в больнице! Твоя мать-пьяница уехала! Выбирай выражение! Не смей так говорить о моей матери! А что ты мне сделаешь? Отправлю тебя в дурдом! Давно пора! Ты совсем спятила! Почему врача до сих пор нет? Он сказал, что скоро приедет! Позвони ему еще раз! Ты видишь, мой сын умирает! Да, сеньора! Джулия, принеси мокрые полотенца и позвони врачу! Джулия, в чем дело? Чего ты ждешь? Просто мне показалось, что Герардо... Тише! Не говори глупостей! Делай, что тебе говорят! Иди! Иди! Тише! Альберто... Любовь моя... Я знаю, ты меня слышишь! Я тут, рядом с тобой! Альберто, очнись! Ты мне нужен, как прежде! Альберто, ты слышишь? Альберто! Альберто! О, Боже, Альберто! Альберто, что с тобой? Сюда нельзя входить! Уходите! Охрана! Спасите его! Не дайте ему умереть! Успокойся, Исабель, успокойся! О, Боже! Альберто, забрали! Осторожно до âнодей крови Альберто, по dumbbelliny, ароматuchые углы! Жуў В, олажер! Субтитры создавал DimaTorzok